Всем привет! Сегодня у нас 3 февраля. Я нарушила обещание и не выпустила видео в конце 10-дневки последнего января или хотя бы 1 февраля, но это было связано с техническими причинами. Я почти, что правда, не виновата. Вот, так что следующее видео обещаю выпустить 10 февраля, если, конечно, тоже опять не приключится какая-нибудь техническая неполадка, но я думаю, что все будет хорошо. Так что всем привет! Спасибо, что заглянули ко мне на канал и хочу с вами поделиться итогами января. Также в итогах января, получается, последняя 10-дневка моя будет включена, но назову даже видео как «Итоги января». Хочу напомнить, над чем я работала, какие были финиши и что я начала еще новенькое, о чем буду рассказывать теперь в феврале. Работала я в основном над четырьмя работами, над четырьмя процессами работала над работами. Это вот такой оберег Панна Счастья. Я его показывала. Здесь ничего за последние 10 дней не прибавилось совсем. То есть, как было здесь добавлено темно-бордовым цветом, по-моему, последним я вышивала, так больше ничего и не прибавилось. Но, надеюсь, в феврале у меня будет на него побольше времени. И я его планирую даже, можно сказать, закончить в феврале. Но посмотрим, как получится. Вот. Теперь покажу, напомню, итог января первый. Это кораблик от Триолис Парусник Удача с этими очаровательными призрачными рыбками. Ну, вы его помните, если смотрели прошлое моё видео, если не смотрели, то вот итог января. Вышивала я его полгода. Но, конечно, не каждый день. Время от времени. Начала в июле 2020 года. Закончила в январе. Работа классная, яркая, не оформленная ещё. Но уже, да, на иголочке повесила её на стену ребёнку в комнату. Сейчас вот сняла. Ну, прям кораблик такой. Классный-классный. Разные паруса. Прям здорово. Это, значит, первый финиш. Но вторая работа, над которой... Второй процесс, над которым я работала в январе. Ещё одна законченная моя работа. Её я вам ещё не показывала. Это Снегири. Снегири. Или, вернее, Снегирёвая, наверное, ёлка. Набор без названия был. От фирмы Дивная Вишня. Вот. Такой получился. Я его, видите, ещё не погладила, не постирала даже. Но он, в принципе, не грязный совсем. Я его не так долго вышивала. Начала я его вышивать, по-моему, 3 января. А закончила, ну вот, прямо в последний день, получается, 31 января. Можно сказать, за месяц вышелся. Но вышивался он исключительно по выходным. То есть, я ездила с ним к родителям. И пока там было понемножку времени, я его вышивала. Процесс абсолютно несложный, классный. Цветов мало. И тут вот ещё есть, правда, бисер. Бисер я в последнюю очередь и пришивала. Бисер такой бледно-бледно-голубой. Видно, наверное, здесь вот бисер, здесь. Вот так, по ёлочке по этой раскидан. Вот такие снегирики. Листочки с ягодками. Не знаю, что это за ягодки. Снежинки. Кстати, все снежинки, по-моему, все снежинки здесь разные совершенно. Вот сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять снежинок. Я тоже считаю, она самая маленькая. И все они по-разному вышиваются. Ну, классно. Получилось классно. Вот. Оформлять пока не планирую, но в преддверии Нового года, 2022, скорее всего, будет оформлена в рамку. Ну, сама оформлю. В какую-нибудь рамку с белыми. В белую рамку, в общем. Вот. Такая вторая, скажем так, работа, законченная в январе. И третий процесс, над которым я работала. И самый классный финиш января. Как я считаю, такой гранатовый браслет от Панны. Браслет, извините. Букет от Панны. Я его закончила буквально 30-го, по-моему, января. Довышила последние полукрестики. Вот эти вот пятнышки полукрестом. Только я вот эти вышивала последние. Такой он прям суперский получился. Нашла ошибку в наборе. Там французские узелки в цветах вышиваются двумя цветами. А в одном, вот в правом цветке, по ключу были верные розовые французские узелки. А вот в левом цветке там были указаны голубым цветом фрузелки. Но в итоге я посмотрела на превью, увидела, что они там желтые. Кстати, еще есть фрузелки. Вот здесь у гранаты тоже желтые. И вышло все-таки тем желтым цветом, которым на превью. Но он как-то более логично смотрится, потому что серединка у цветка желтенькая. И фрузелки, они как исполняют тут, наверное, роль тычинок. И очень мне нравятся вот эти вот, не знаю, что это за растения, рожки вот эти классные такие. Прям как настоящий. Вообще шикарный букет, конечно, получился. Вот любую его часть взять и прям, прям классный. Конечно, бэк на гранате вот на этом. Я думала, он меня победит, но в итоге я его, конечно, победила. Сложно было. Ну, хотя как сложно. Относительно сложно все. Я просто поздно вечером уже делала. Если б делала с утра, то было бы все попроще. Так, но камеру даже толком его и не видно. Этот бэк, зато общий вид. Прям зернышки-зернышки у граната. В общем, это мой главный финиш января. То есть за январь у меня получилось 3 готовые работы из 4 процессов. Вот. Теперь давайте покажу, чем я заниматься буду в феврале и чем я уже начала заниматься. Я тут вступила в очередной совместник, хотя не планировала совсем. Но что-то вот меня потянуло на совместник. Увидела у кого-то видео. Мне кажется, я увидела рассказ об этом совместнике. В общем, там будут целый год зашиваться, в месяц по одной такой вот домовушке. Это у нас каледа. Я ее только начала. А совместник, я сказала, не сказала. Вконтакте группа называется Лавка Байо. Вот. Участие там платное. 200 рублей всего. Если хотите купить отдельно схему, то она стоит то ли 100 рублей, то что-то около того, каждой домовушки. Но я подумала, что я люблю такие вышивки на пластиковую конве. У меня уже есть обереги от жарптицы. Есть еще от какой-то фирмы тоже оберег. В общем, нравятся они тоже, наверное, от жарптицы. В общем, вы меня поняли. Я все забыла. Вот. Там несколько таких маленьких элементов вышивается. Это вот метелка. Она у меня еще без бэкстича. Такая миниатюрная вышивка. Нефокусирующая еще. Не хочет. Вот. Еще там два мешочка. И посох у нее. Венечек и два мешочка. Цепляться будут на пояс. И в руку этот посох. Ну, в общем, надеюсь, фирале я его, конечно, вышью и покажу вам. Это вот результат работы за одно утро. То есть часа за полтора, наверное. Долго я уже о нем, по-моему, рассказываю. В общем, классно. И основной, наверное, сейчас будет процесс. Это пока ничего не понятно. На черной конве. Не знаю, как вы думаете, что это. Похоже на дорогу. Да. Вот. Это будет такой вот процесс от Овин. Мечеть Кул Шариф. История такая. У меня есть магазин на ярмарке мастеров. Когда-то, года три, наверное, назад, я вышивала эту мечеть на форму рукоделия на выставку. Я участвовала там в выставке с этой работой. Даже получила грамоту памятную об участии. Вот. Потом эту картину, оформленную, я отправила в наш магазин. Ну, я работаю в магазинах. Скажем так, в центральном офисе. У нас был магазин в Казани. Я отправила эту работу в Казань. Но почему-то... Не почему-то, а просто решила, что я могу ее и повторить, если понадобится. И выложила на ярмарку мастеров в свой магазин. Как сказать? Как товары его. Что на заказ я ее вышью. И вот в прошлые выходные мне ее заказали. Девушка сказала, что очень понравилась ей картина. Ну, срок я поставила в вышивке 2-3 недели. Соответственно, у меня тут уже почти неделя прошла. И вот мне нужно ее сейчас вышить будет и отправить в Москву. Это вот результат сегодняшнего утра. То, что я навышивала за полтора часа. Я решила мониторить точно, сколько я времени буду вышивать, чтобы понять, сколько часов уйдет на эту работу. Тут работа выполняется с полукрестом, пятью цветами всего, и бисера три цвета. Ну, пожелайте мне удачи. Надеюсь, я с ней справлюсь быстро. Вот. Давайте положу свой красивущий букет. И прощание вам покажу в конце видео. В общем, спасибо, что посмотрели мои итоги января. Надеюсь, февраль у меня будет столь же плодотворным месяцем, а может быть и лучше, хотя уже третий февраля, а февраль у нас короткий. Но посмотрим. Всем желаю отличного настроения, побольше времени на любимые занятия, на ваше хобби, на семью, чем вы любите заниматься. И всем здоровья. И там лайки, подписки, вы все это знаете, помните. Всем спасибо за просмотр. Отличного настроения. Пока-пока.